Всем привет! Вы на канале Девайс и сегодня я хотел рассмотреть с вами рынок видеокарта, именно предложения от AMD. Ситуация с ценами до сих пор далеко от адекватной, но адаптеры хотя бы появились в продаже, включая актуальное поколение. Так что если позарез нужна видеокарта и есть деньги на ее покупку, то желаю приятного просмотра. А перед началом прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и конечно делиться в комментариях своими мыслями по поводу ролика и ситуации в целом. Ссылки на все представленные видеокарты как всегда в описании. Погнали! RX 6900XT это флагман от AMD, который призван бороться с такими мастодонтами от Nvidia как 3080Ti и 3090. И у адаптера от красной компании это прекрасно получается, он неплохо показывает себя при прямом сравнении с топовыми конкурентами. А в некоторых играх, которые дружат с компанией AMD и вовсе 6900XT оказывается заметно быстрее. Камнем преткновения становится разве что трассировка лучей, у Nvidia она появилась раньше, поэтому и времени на ее обкатку у них было больше. Видеокарта от красных при активации RTX оказывается почти на треть медленнее в отдельных случаях. Но исправить ситуацию пришел аналог DLSS от AMD под названием FSR. Это схожая технология, которая при минимальной потере качества значительно повышает фпс. Порой прирост достигает аж трети. Раньше такое можно было получить только значительно теряя в качестве картинки или покупая новую видеокарту на уровень выше, а то и на 2. Теплопакет RX 6900XT составляет 300 Вт. Это меньше, чем у RTX 3090 со схожей производительностью. Благодаря аж 16 гигам видеопамяти карточка будет оставаться актуальной еще долгие годы в разрешении 4К и с текстурами на ультра. Кроме игр адаптер подойдет для любых, даже самых сложных задач в виде рендера видео или обработки фотографий. Можно будет просматривать, как выглядят эффекты в тяжелом проекте во время монтажа в реальном времени и все это без единого тормоза. А я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, посвященный компьютерной тематике. Заходите, подписывайтесь и получайте еще больше интересного контента. Ссылочка в описании. Спускаясь ближе к среднему уровню, переходим к RX 6700XT. Это верхняя граница сегмента, а выше стоит уже предтоповое решение. Стихия этой видеокарты, Quad HD разрешения и ультра настройки. Здесь она чувствует себя максимально комфортно, выдавая во всех современных играх больше 60 кадров в секунду, за редким исключением. Благодаря огромному для этого ценового сегмента объему памяти, карточка неплохо справляется даже с 4К разрешением. Напоминаю, что это далеко не самый мощный адаптер в линейке, но стоит отметить, что на 60 кадров в секунду в графонистых проектах рассчитывать не стоит. Максимум 3550. Хотя назвать это плохим результатом язык не поворачивается. Что же касается трассировки лучей, то тут не все так гладко. Производительность падает порой двукратно, но эта черта всех актуальных карт от AMD спасает ситуацию уже знакомой FSR, который компенсирует разницу. С рабочими задачами RX 6700XT справляется на ура, учитывая ее позиционирование. А 12 гигабайт памяти позволит ей еще долго оставаться актуальной. Я уже знаю, какой возник вопрос и могу объяснить связь между этой картой и топом лучших видеокарт AMD. Дело в том, что RX 550 один из тех адаптеров, которые даже сегодня можно купить за человеческие деньги. Она ни в коем случае не стоит тех сумм, которые за нее просят, разумеется, но за те карты, что могут запускать игры на ультра настройках хотя бы в Full HD придется отдать в разы больше. Многие просто не готовы морально на такие траты, когда речь идет о компьютере. А вот RX 550 на 4 гига позволит с горем пополам пересидеть этот период, не оставшись с дырой в кармане. На ней даже получится поиграть в некоторые современные игры, пускай и на самых минимальных настройках, но зато в Full HD или 900 пикселей. Из достоинств можно отметить габариты этой малышки. Даже самые навороченные варианты, если так вообще можно выразиться в отношении RX 550, будут размером с ладонь среднего человека. А потребляет это чудо чуть меньше лампы накаливания, а именно 50 ватт, так что ей достаточно даже самого дешевого блока питания. Трассировки лучей понятное дело нет, эта карточка появилась раньше, чем технология RTX начала покорять рынок видеоигр. Вновь возвращаемся к актуальным видеокартам и нельзя пройти мимо свежей RX 6600 XT. Она позиционируется как адаптер из среднего сегмента, но если 6700 XT это Pro Quad HD, то для 6600 XT лучшим выбором станет Full HD. В этом разрешении карта потянет любую игру на максимальных настройках в 60 плюс кадров в секунду. Объем памяти для такого уровня карты приличный, 8 гигабайт. Этого с лихвой хватит для загрузки большого количества высококачественных текстур и позволит адаптеру оставаться на плаву в будущем с выходом более требовательных игр. Технология FSR дает RX 6600 XT самый мощный буст среди своих собратьев из-за сильно урезанной подсистемы памяти, которая становится узким горлышком при обычной работе. Трассировка лучей здесь есть, но на номинальном уровне. Если просто хочется посмотреть на технологию в действии своими глазами, то такая возможность имеется. Но для постоянной игры с лучами видеокарта откровенно слабовата. Из прошлого поколения на прилавках еще остались RX 5500 XT, и они более чем достойны внимания. Пока AMD не выпустила самого бюджетного представителя 6000 серии, эта видеокарта остается самым простым представителем новой архитектуры AMD. Карта отлично чувствует себя в разрешении Full HD, выдавая почти во всех проектах 60 кадров в секунду или больше. Но вот это почти и отличает ее от 6600 XT, которая справляется с 60 плюс FPS действительно везде, и чаще счетчик близится даже к сотне. RX 5500 XT вполне позволяет себе выдавать 40 кадров на ультра-настройках в Metro Exodus, например. Для заветных 60 придется жертвовать качеством картинки. Нетребовательным геймерам или любителям киберспортивных игр данная видеокарта будет лучшим выбором. Найти ее можно за относительно адекватные деньги, а приятный фреймрейт в 1080 пикселях она будет выдавать еще далеко не один год. Ну и конечно топ видеокарт AMD не мог обойтись без воистину легендарной RX 580 на 8 гигабайт. Эта карточка полюбилась геймерам практически сразу, как только появилась в продаже за счет соотношения производительности и цены. Разве что любовь майнеров смогла пошатнуть позиции RX 580 в игровом сообществе, ведь за свои деньги она выдает не только много FPS, но и много мегахешей. На момент выхода она тянула любые игры в Full HD разрешении и даже на 2К с ней можно было посмотреть. Прошло уже больше 4 лет, а этот адаптер до сих пор показывает достойную производительность на максимальных и высоких настройках. Карточка выступает на уровне RX 5500 XT при схожих ценах. Да, новое поколение будет холоднее и энергоэффективнее, а свежая архитектура с большей долей вероятности покажет себя лучше в будущем. Но если попадется RX 580 на 8 гигабайт по хорошей цене, то ее можно смело брать. А на этой ностальгической ноте мой топ подходит к концу. Если он вам понравился, то делитесь своими впечатлениями в комментариях, а также не поскупитесь на лайк и подписку, и про колокольчик не забудьте. Еще раз напоминаю, что посмотреть предложение указанных видеокарт можно по ссылкам в описании. До скорых встреч!